приветствую на канале сами сусами сегодня у нас будет распаковочка крутейший посылочки из республики саха якутия прислал мне ее черков евгений валерьевич она огроменная по размерам она небольшая коробка пятерочка но вес у нее 7 килограмм 670 грамм эта посылочка занимает первое место по максимальному весу который я получал давайте посмотрим что же евгений мне прислал должно быть что-то очень классное потому что посылку из ушат правил я почтой то я думаю что что-то крутое ваше кстати предположение что внутри я сам не знаю честно есть письмо здравствуйте алексей приятно смотреть как вы занимаетесь моделями да еще и молодежь приучайте чтобы руки росли из плеч молодец в посылке в основном запчасти но может изгодиться чего комплект для диарам несколько значков для авто так будет полка наклейки значки и выставите модели по ним с кожи я салоны дел а телефоны в разбор с уважением евгений спасибо за письмо всегда приятно что-то прочитать от подписчика ну или от зрителя так это у нас дермантин под кожу такой плотности и толщины сгодится для 18 масштаба для меньшего скорее всего вряд ли о здесь я так понял куча куча будет запчастей светодиодная лента я так понимаю да кусок надо будет проверить ладно посмотрим бх так без глаз дверки не открываются вот такой вот кузов так бмв 645 от бурага мэйтен чайна масштаб 43 так вы ли эволюшон 8 по состоянии су нормалек есть небольшие косички но это не так страшно эволюшины многие нравятся их любят тюнить переделывать машинки интересные масштаб 36 я кстати вот в таком в таком варианте исполнения я ее что-то не припоминаю в таком раскрасе в серебристом цвете цвет родной честно не помню в основном они всякие пестрые о буханыч дверки открываются и в принципе все кстати не открывается больше ничего а у какого у нас производителя у буханки не открываются боковая дверь что их вариантов получается три либо только двери либо двери и боковая дверь и еще третий вариант это двери боковая дверь и задней двери кстати напишите кто в курсе буханочка вот это от какого производителя открывашка тульки тульки по дверям но она кажется тоже в перекрасе не была ламба так бураговская да бурага ламборги или ламборгини галларда состояние очень хорошее по сути нет колес колеса кстати на ней вот на бураговских стояли кажется прикольные колеса и поэтому их отсюда наверное сдернули а так машиночка нормалек масштаб 43 еще одна бэха без салона всего вкладыша она опять же бураговская наверно опять же та же самая 645 только отличие по сути в цвете то есть теперь мне их 2 здесь есть со вкладыш салона здесь его нету еще одна что ли такая же ох ёлки-палки я так понимаю их разделе разули на какие-то свои проектики тоже нет салона и кстати нет глаз и нет колес куда-то все разобрано по остеклению тоже все кажется целенько интересный цвет такой асфальтовый ох вот это убитая тоже бураговская да корвет бураговский опять же масштаб 43 якобы она номерная так сейчас соберем как получится соберу вставлю вкладыша салона нет вот такая вот модель вкладыш салона нет опять же колес нет она разутая по состоянии то она нормально я так понимаю что здесь бураговских машинок будет много по 43 масштабу он вы ли mustang 99 года по салончику норм все на месте салончик кресла там конечно у него такие себе но машинка неплохая кому-то нравятся такие кузова нет спойлера и нет колесиков как я уже сказал в или масштаб примерно 36 я часть из этого добра возможно как-нибудь запущу в розыгрыш о да ладно зачем мне эти мобильники если честно я как бы их не особо ну может быть что-то выбью с них выпотрошу но мне никак бы особо без надобности старые телефоны господи я таких телефонов даже ну вот так помню что были но но отдать на барахолку кто торгует может быть на запчасти продадут посмотрим не знаю вот эта деталь интересная эта площадка для прицепа можно чуть-чуть доработать и будет готова готова да почему нет здесь нужен прицепное устройство по сути и все и откидную часть платформы чтоб машина заезжала ну или она хотя видите как сделано с наклоном с припуском она может чуть-чуть подниматься но над этим надо подумать деталь кстати классная колеса очень похожи на жигулевский от 43 масштаба давайте покажу если я не прав вы посмотрите и скажите что я не прав тут прям куча бмв 645 только уже в зеленом кузове салон на месте но нет колес состояние очень даже неплохое не знаю откуда столько бураганских машинок однодипных причем так ниссанчик без спойлера кресла у них классные кстати кресла вот у этой машинки кресла вы наверное не увидите но они действительно хорошие нет спойлера запчасти кстати очень даже хорошие нет конечно жалко что везде колес выхлоп вытащены видно для своего проектика машинка кинсмартовская масштаб 36 ну а модель я думаю вы и сами знаете напишите если что пикапик эх тоже без глаз неплохой пикап стекло разбито по салончику все на месте и глаз нету но и колес стандартно я так понимаю что здесь либо они все сняты для компактности либо их не будет не знаю посмотрим гуашь художественная ох ну это бы кому-то может быть задарить если честно художественная гуашь мне но она не для металла вот такая вот банка если честно ее можно задарить может быть племяннику дать чтобы рисовал предназначена для живописи но то есть не для нашего вида деятельности но племянник возможно порисует а вот это кстати тема обалденная смотрите это будет на моих ключах сто процентов только кольцо поставлю поменьше сильно большое смотрите какая классная штука не знаю будет видно не будет отливает наверное вот такой вот старинный автомобильчик обалденный вообще классный он монолит тяжеленный вообще классный так назад в куличек уберу не забыть так стекла пока не знает чего будем подбирать посмотрим по машинкам два стекления от чего-то абсолютно целеньких это я понимаю тут набор запчастей у восьмерочка она не чья не знаю чья вот такая вот маленькая восьмерка масштаб мизерный размер ход вилсов ауди q7 стекло блин битая приборка у нас на месте дверные карты на месте все в общем просто вывалена но кузовок очень даже не дурной по остеклению конечно печаль обычно самая проблема это со стеклением покрасить даже не так проблематично как вот эти мудрить стекла здесь хоть фары все на месте хорошо бампер битый колес нету масштаб тридцать второй вы ли еще бмв блин сколько пакетиков с этим представителем мультяшек очень много так бмв 330 ай дверки открываются кстати сделана классно тем что она со стеклами салончик прикольный на месте все машинка хорошая нужно по сути просто ее обуть до легкая полировочка чтобы убрать с нее всякие эти коточки мелкие но это мелочи жизни вот эта машинка действительно тоже классно так не уж то тоже бурага 143 я такого кузова не видел это что такое ты чья так мы это не чайная понятно так корвет stingray они ну мне как бы волнует кто произвел то я не вижу честно давайте не буду тянуть время машинка очень интересная очень своеобразно давайте покажу с открытыми дверьми так салон так а теперь закроем и покажу ее сбоку я такой машинки не видел ни разу что за производитель сочинять не буду не знаю по идее она была бураговская на ней было написано что она бураговская машинка полностью металлическая стекло кстати классное такое объемная машинка хорошая по расцветке классный необычный цвет и к тому же красочка на пятерку обалденно колеса я на него поставлю оставлю железно себе имя такого кузова не видел ни в каком масштабе у меня его вроде бы нет еще гуашь желтенький желтая светлая так что-то посыпалась что-то посыпалась разваливается так ладно покладу пока в пакет уже упала так это чего маз а это мэрс чё-то он так раскрошился весь он безродный да что-то дно треснутое блин классная была машинёха стойки крыши почему-то лопнули не знаю почему вот эта сторона либо отвеса от удара нет фонарей никаких кстати этот кузов можно запилить на другую машинёху я даже примерно предполагаю на какую надо подумать и вот этот кузов наверное оставлю восстанавливать смысла нет слишком морочно а перепилить его использовать элементики очень даже классная будет идея субарик субарик фу не знаю чей пока разберемся где-то дно наверное лежит пока не знаю скорее всего бураговский но это чисто опять же просто предположение салон стоит на месте но возможно здесь есть тут есть несколько элементов дна поэтому посмотрим чуть попозже поищу потом так еще гуашь художественная это умбра натуральная такого слова даже не раз не слышал такого цвета художественная гуашь она же должна быть так скажем классно это не какая-то детская гуашь надо подумать кому бы ее кому бы ее так чтобы она была в дело чтобы не просто так и израсходовали куда-то в ней непонятно что еще одна мобила 2 уже ноги так уже три ноги странно так полностью пластмассовый уазик что мне в нем нравится это то что шины на нем и колеса как бы не от металлической модели один в один похожий и классная запасочка которую можно использовать единственное что она по масштабику конечно немножко выпадает она компактнее чем колесо это очень странно вода состояние отлично да фордик у меня есть такие машинки новые кажется на сайте кстати огромнейшая просьба не делать знаете чего у меня за последние несколько дней ребята пытаются купить какой-то один предмет и потом удивляется что доставка платная блин огромнейшая просьба не пытаться купить в общем есть информация доставки в самом низу страницы пожалуйста читайте перед тем как делать заказ сегодня был один человек не помню как зовут он вообще пытался взять что-то купить за 1 рубль и сделал заказ ну понятно что доставка будет 250 но это понятно что он не будет ничего оплачивать и смысл вообще он это делает я не могу понять один рубль это то что с посылок мне если что-то не надо и выставляю на сайте за рубль просто символически чтобы добавить на сайт вдруг кому-то будет более нужно и его соответственно может это приобрести в куче с чем-то классно вот это кстати действительно классно машина смотрите какая красавица еще раз покажу мне нравится есть кузова кстати здесь веселее откидывается задний борт есть машинки в которых задний борт не откидывается это конечно менее приятно машинка кинсмартов такая и масштаб 46 ух ты а это что-то из я даже вот не припоминаю это как бы не очень и очень старенький пластиковая машинка как бы не из и ночь советских игрушек но смысле не вне то что это наше производство из 90-х что-то никакой информации нет но просто чистое вкладыша внутренней части нет все штука странно конечно я такой не видел о красавчик ты у меня ягуарчик целенький да мне такой на сайте есть только без закажется не одной передней одной задней фары цвет интересный такой зеленый но темный темный зеленый насыщенный такой приятный цвет классный у этих ягуарчиков насколько я помню до простые кресла машинка вроде сделано в стиле такой как спортивный кузов а салончик совсем простенький нужно поставить все колеса и все так ягуарчик xk купе она у нас были по масштабу 36 класс состояние обалденное оба но это конечно странно смотрится с жигулевскими колесами давайте так вот в эту сторону сдвинул смотрите какой кузов у меня был схожий кузов она кажется эта машинка тоже бураговская chrysler 43 масштабе он до бураговский китайский но бураговский колесик сюда конечно не подходит здесь стояли классные колеса насколько я помню на этой машинке прямо реально обалденные их куда-то применили в более куда-то в общем применили кузов просто грязный кстати если его полирнуть она будет выглядеть вот прям замечательно какой у тебя раскраску нарисован человек паук но с синим раскрасом якобы эта машинка человека-паука так рисунок будет видно не знаю ребята извините и вот здесь и вот здесь тоже самое и написано сбоку spider-man моистовская дочь вайпер да а по масштабе q она номерная 1 к 39 я если честно вот такой масштаб не встречал мне вот они что вымораживает если честно вот именно вот в этой машине неважно в каком масштабе у них вкладыш салона сделан как не наверно не в жизни получится показать это как единый элемент то есть нельзя здесь вытащить кресло не в общем это единое литье со вкладышем и выглядит это ну мягко говоря ущербно а в целом машинёха неплохая с нет спойлера а так пойдет опять же требует полировки опа а вот это уже интересно это что-то я так понимаю был проект или потенциально должен был быть проект патриотик запасочку я так понимаю что зашпатлевали но в итоге так и не обработали да это это был проектик прикольно кстати всегда рад как вот правильно писали что я не являюсь особенным стараюсь привлекать людей по интересам вдруг кто-то заинтересуется будет заниматься чем-либо неважно это могут быть и машинки самолетики и танки что хотите важно чтобы вы чем-то увлекались это интересно таких людей немного поэтому всем рад на канале два красавца так это 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 что-то должно было быть два кузова и смотанных вместе болгарики в общем какая-то была идея она опять же обработанная уже вся под покрасочку нужно что-то просто допилить либо просто покрасить вот и все обе авто таймов ски да так здесь у нас вкладыш салона чего-то здесь есть сложно в общем дно чего-то дно еще чего-то в общем здесь есть но и кое-где они тут чисто одни элементы дно пластиковая каких-то машинок все перечислять не буду наверно нет смысла но здесь полно всего туазика смотрю есть так еще два от subaric одно вот эта машинка обалденная диагостини наверное это у нас фсо полонез вот сочинять не буду я кузов примерно то есть видел но такой машинки меня нет и не было она очень похожа ну в общем не знаю по детализации мне очень нравится сделано действительно красиво достойно состояние очень хорошее есть только недочеты так понимаю по зеркалам по одному зеркалу было да но кузов классный я даже поначалу спереди так мельком когда вытаскивал по лицу вот так это боком подумал что это старый кузов гольфа но нет потом когда уже достал туда это не она но машинка классная еще есть крутая деталь это у нас сделано в россии скиф м прицепик без прицепного устройства вот такой вот классный прицеп колесико вырвано так он открывался вообще как-то нет я вот честно сказать не знаю нет он вклеенный ломать не будем классный классный его даже его кстати вот он здесь вот такой грязненький чумазенький эхо отсвечивать не видать его даже не нужно по идее чистить пусть он будет действительно таким как рабочим прицепом так у нас здесь вкладыш салона кита детали наверное отмерено от этого уау все разваливается и есть у нас кузов вот такой вот мерседесика без глаз без задних фонарей без салона салон скорее всего это был его остекление тоже валяется внутри и у нас он диагасти не до 43 масштабе классно комплект колес на месте по краске тоже все замечательно нет зеркал ну в общем достойный образец ну блин глаз нету жалко о да ладно не может быть да классно колеса все родные да все родное обалденный смотрите какой у меня есть гелик замечательно состояние классная вот эта моделька я не то что прям как бы любитель именно гелендвагенов но машинка интересная в целом тем более попадается редко кстати двери открываются не как на моем на моем были гораздо меньше давайте посмотрим кто она а никто она просто на батареечках производитель неизвестен но выполнена действительно достойно я так понимаю что не наверное светятся передние фары они сделаны такие классные как будто современные светодиодные не просто форме пластмасски шикарно обалденно просто есть мелкие царапинки это мелочи жизни масштаб 24 колесики вот не поворотные но потому что потому что все равно круто очень круто еще один корвет только цвет другой скорее всего бураговский масштаб 43 до волгарик ну точнее то что от него осталось кузов кузов от волгаря от советской модели нет ничего может быть где-то и есть но пока нету двери была бы тема потому что комплектующие кузова часто продают на барахолке голой вот в таком состоянии а вот именно детали капотик багажничек двери это конечно же редко так что то у нас тут от советского сделано в ссср волга 24 модель без буквы да без буквы 1 к 43 есть двигло двигло обалденное шикарно так дно от пластика чайка газ 13 чайка сделано в ссср номер а 15 1 к 43 блин вот это она увесистая вот такой элементик не знаю что то еще есть пока или нет ну вот то что есть ух ты это народ для диорам обалдеть это же трава я так понимаю делать траву смотрите зелень более яркая и более мелкая по структуре та чуть чуть похоже знаете такой на укроп так есть еще тоже мелкая совсем другой структуры трава более ядреного цвета так я так понимаю это специальный скотч наверное подобие малярного модельный для отбивки элементов при покраске то есть покрасили одним цветом и нужны вставки сделать другим то соответственно используется вот такая вот штукенция напоминает чуть-чуть изоленту с виду просто только такая тоненькая она соответственно бумажек должна быть вот это кстати обалденно сам бы я можете когда-то ее купил но лет так через сайт спасибо так и у нас здесь я так понимаю это деревца эти деревца скорее используются как за я вот не я в диаромах вот бубен бубном сразу скажу а вот абсолютно на 100 процентов бубен и насколько я знаю вот эти деревца просто клеем покрывают специальной основой и поверх наверное насыпается даже как правильно вот назад в общем вот это все добро зелень и получается такое объемное деревце а заготовка изначально она вот такая я даже честно вот честно врать не буду я даже не знал что они вот такие вот вот что они вот так выглядят я видел только диаром обычно готовые всегда смотришь пускаешь слюни думаешь господи люди могут действительно могут поэтому никогда не хвастаюсь какими-то там чего чем-то я просто вот мелочь пузатая на фоне людей которые делают диаромы там вообще шедевры так супер пластик полиморфус о кстати вот эту тему мне как-то предлагали про рекламировать но что-то как-то я не знаю что то я в общем я с ними не срослось но надо попробовать что это такое как с ним вообще работает интересная штука реально интересная но как в деле пока не знаю пигмент zip горелая резина ну да она внутри такая как я показывать ничего открывать не буду чтобы сейчас понасыплю будет бардак 15 грамм здесь производитель так сиб макет если кто-то владеет какой-то информацией по вот этим штукенциям вот действительно огромнейшая просьба написать то есть сейчас я не клянчу просто комментарий а мне правда хочется узнать что это такое только опять же напишет кто-то ну возьми за google и посмотри это все будет ерунда мне нужны реальные какие-то советы информации от людей которые этим пользуются они какая-то левая информация с поисковика так еще земля вьетнама и так помимо нас красна такая будет коричнево-красная цвет вот такой вот и консистенция вон внутри кстати вот у меня пигментов тоже никогда не было я это обычно делаю все просто красочками вот с этой темой работать гораздо я думаю проще будет ну вообще наверное попробовать да как-то будет проект когда со страшилками вот такую тему буду использовать однозначно так серо-зеленая мелкая текстурная паста так сделано в россии для имитации большинства полевых короче почвы грязи суглинков и сероземов в общем для имитации земли грязи и всякое есть простить за слово сранье тоже вот такая вот штука если кто-то пользовался буду реально призмеет признателен вам какой-то вот полезной информации по существу я вообще ничего об этом не знаю так черная фракция м 500 грамм присыпка грунт опять производитель тот же самый сип макет мне вот я действительно не пользовался ничем подобным как я уже просил напишите что это она в виде гранул напоминает зайти какую-то как микро щебенку так открыт показать если она запечатана нет открытая видно не видно будет не знаю микро микро такие маленькие камушки как гранулы ох под про это нужно почитать ну либо то что вы напишите тоже соответственно почитаю потому что я пока не в курсе как и не пользоваться так mercedes коцаны и стекло вдавленная выпрямлять бессмысленно 99 и 9 процентов сколько я пытался их выпрямлять и вот этот силу мин материал из которого делают машинки просто лопается он сгибаться то есть он делает одно движение на пятерочку но когда ты пытаешься выгнуть чуть-чуть даже назад автоматом лопается так что материал такой что очень и очень спорный работает он только один и единожды в виде искривления а потом только лопается в этом конечно печаль к стекло капец машинка от выли mercedes-benz slk 350 масштаб 36 машинка хорошая опять же вытащены глаза интересно куда евгений использует глаза от машинок фарами цвету для каких-то на проектов своих что ли не знаю так это от грузована от какого-то кенгурятник причем он вроде простой но при этом очень аккуратный литье не от какой-то там дешевый придешевой игрушки он очень хорошо отлит четкая прям форма никаких наплывов ничего нет это уже интересно оба-оба-оба производитель не указан но в общем есть спицы она рассыпается все это нарогатовская куда все все отламывается отваливается в общем машинка погибает стойки передние отпали я так предполагаю что машинёха скоро скончается это мое чисто предположение не знаю вот так она выглядит снизу их жалко классно придумано давайте покажу поближе может кто-то реализует надеюсь будет вам видно это я показываю просто как сделано вдруг заинтересуетесь до машинёха скорее всего сдувается жалко один элементик и второй элементе где-то где-то здесь упал смотрите какая красота у меня есть такой кузов один в один только у меня чуть-чуть погрязнее будет это у нас камазик ралли кабина не знаю есть нет он в общем есть то что пока вот есть откидывается движка нету до камаз срали 143 и производитель не указан ну хотя бы вся передняя часть рессоры целая у меня есть такой экземпляр и у меня рессоры сломаны выломаны нужно клеить бампер главное тоже уцелел что редкость при легком ударе он прям лопается в момент сплав хрупкий о модель старинного автомобиля было все что от него и так понимаю есть это это все так ну вот это вообще так не мне не знаю что это за телефон я в мобилах не понимаю ничего не знаю зачем он мне нужен такие штуки ремонтировать нет смысла потому что обычно вот эти экраны детали стоят капец как дорого такой обычно выбрасывают либо электрончики за три копейки на барахолке покупают кто с них какие-то потрохатом забирает может быть возможно камеры вытаскивать не знаю не в курсе так стяжечки это у нас из электрики можно использовать их многие кстати используют для домкратов для изготовления и для других маленьких безделушек так как она репристая вся с одной стороны так но я доставать не буду здесь куча каких-то безделушек я посмотрю что из этого мне нужно что не нужно есть вот упаковка и упаковка еще одна упаковка здесь куча всяких разных приборных панелей еще каких-то элементов надо будет в общем смотреть тут дверная карта даже какая-то есть еще что остекление тут куча куча деталей на вы просто перебрать сейчас показывать это все на камеру нет смысла это будет времени тонна прям вот тут интересный коробок но я не знаю я наверное давайте откроюсь посмотрю пару предметов на интерес вот это все огромный кулек он действительно большой очень здесь колеса чисто я так понимаю колеса и простые пластиковые непростые пластиковые так сразу на вскидку что нашел камазовское колесо полностью пластмассовая от советского камаза что нашел еще сразу на вскидочку классно это вот такой вот диск по сути колесо литье прикольно так что тут еще интересного на вскидку так вот эти пластиковые колеса у меня есть такая машинка это от мотора от мэтра малюсенького масштаба их классно ставить на пикап хоть они пластмассовый есть кстати колеса от советского москвича я так понимаю так колесики от пластикового уаза у которого открывается задняя дверь и передней двери на батареечка китайская да по масштабу это один к 16 кажется этот уазик а есть еще пластиковые колеса от камаза с трещинами они кстати не ранят советскую здесь уже шины резиновые вот насколько я помню вот это колесо вот от вот этого камаза вот так это было да точно в общем добра здесь полно по колесам все показывает смысла нет колес действительно много смотрите что у меня внутри лежит вот такая ох не видно давайте достанем здесь у нас вот такая вот классная сетка эх она не будет не будет видно структуру вот вот так если надеюсь вам видно вот такая вот обалденная сетка она очень мелкая скорее всего это специальная для модели сетка обалденно подойдет для любых пикапов в качестве пола в сам кузов для любых страшилок апокалипсис такие красауты все остальное это тоже будет шикарной вещью и опять же вам вот на вскидку микро ну не знаю лайфхак хотите назовите есть такая штука как кухонная вытяжка в кухонных вытяжках вот эта часть внутренняя куда затягивает так скажем воздух она сделана из сетки и она конечно не бывает по структуре немножко отличается чуть крупнее чуть фракции больше сетки чуть меньше и сделано там вот из подобной сетки многие эти вытяжки выкидывают бывает даже их бросают просто около парадных само собой не надо идти рыться в мусорке я имею ввиду что бывает их бросают прямо около для дворников по сути и часто эти штуки там стоят можно оттуда и выковырить и будет у вас вот такая же сеточка за очень дешево так здесь у нас должен быть 24 масштаб я практически уверен давайте посмотрим что внутри ты дтшка но только она в новом кузове и причем мне кстати интересно что открывается задняя дверь у меня такой ни одной нету даже не знаю что это зачем на вы ли честно говоря первый раз вижу чтобы открывалась задняя дверь я не помню кажется ни одной такой нету но она конкретно подушатанная тем что стойки передние лопнуты при примите их смысла нет ее наверное проще распотрошить на детали кто-то захочет делать кто-то нет не знаю кстати у них обычно открывается капотик но не открывается здесь здесь же наоборот открывается багажник задняя дверь а капот не открывается веселее конечно когда двигло видно но да ладно нормальная машина нормальный кузов колеса не поворотные это опять же минус так что вот машинка от вы ли 24 масштаб так опять же скорее всего 24 масштаб по есть у меня такой красавец вот такая ламба она битая стекло треснутое багажника нету так а под капутиком у нас ну простенький но движочек нет фонаря в общем давайте еще раз так круто ну если честно вот цвет и совершенно не подходит не за почему-то я не вижу в таком цвете так колесо отпала так по салону все на месте все просто вываливается заодно давайте посмотрим что там за кресло стояли кресло хорошие классно 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 но только на запчасти однозначно на запчасти не знаю если ребят который любит восстанавливать таким а кузова у меня просто на это если честно нет времени а так машинка пойдет она бураговская made in china галларда в 24 масштабе колесики благоповоротные мне так вот кстати дарил подписчик огромнейшим спасибо это было давно посылочка была из кажется из девяткина ну в смысле из питера в район девяткина и была такая совершенно новая это тоже с не ошиблась сборная модель скорее всего да или напоследок у нас вот здесь что-то объемно и почему-то мне кажется что он даже чем-то похоже на тот же гелик я могу ошибаться но не знаю да ладно не может быть я угадал я просто угадал еще один гелик в черном цвете что здоровски у него одно родное зеркало есть а так он по состоянию примерно как был вот мой есть еще трещинка здесь на 2 на двери со стороны водителя на второй двери и по краске здесь кто-то ее прям в плавил аж пальцы и не уж то это секундный клей так сжег что-то ага кто-то дверь залил как так как вам было не стыдно в общем до дверь не открывается дверь полностью влили вклеили видно пытались когда ее прикрыть пальцами в общем клея было слишком много пальцем нажали вот здесь пальцем нажали здесь полился клей сюда в общем в общем машинка в перекрас скорее сюда а так состояние было бы хорошее стекло треснутое можно кусок вырезать и просто из пластика сделать за платочку лабач это главное целый даже дворники на месте на втором на втором их по сути нету кстати вот вам и разница между вы лишь да этот как вот у меня был в или этот вы или а это китайский смотрите разницу ну просто чисто вот внешне здесь отдельным элементом сделаны дворники пластиковые здесь просто на стекле литье такое с прорисовкой дворников и просто покрашены вот вам и разница не ну я не я вы не сравните что модели кузовов то разные я про то что исполнение не все равно круто в любом случае круто ну и на этом у нас все вот такой вот классная посылкой нас порадовал город мирный конкретно евгений спасибо огромнейшее за такую классную посылку если вы со мной согласны то в комментарии можно написать что евгений красавчик либо спасибо евгению за классную посылку которую мы с вами распаковали вместе я точно так же не знал что мы увидим много из этого мне пригодится лично что-то я переделаю что-то я просто поставлю на полочку а что-то добавится на сайт чисто символически за один рубль это просто только для того чтобы с выставить можно было на сайт чтобы он меня как говорится не прокатил всего себе просто оставить невозможно добра много и я физически не могу это оставлять себе на все сто процентов поэтому надо начинать постепенно чем-то делиться по крайней мере хотя бы тем что мне подарили я само собой не буду продавать то что мне дарят я выставляю за 1 рубль просто чисто символически я надеюсь увидеть от вас комментарии было бы неплохо получить от вас лайк лайк не мне лайк людям которые по сути отправляют данные посылки они делают нереально классные подгоны за что им огромнейшее спасибо я очень я действительно реально признателен поэтому всем спасибо пока если кто-то хочет помочь каналу монитосом ссылки будет опять же в описании под видео всем спасибо пока